Начнем утро с физических упражнений. Дмитрий Новиков уже пять лет занимается уличным спортом. И его советы могут быть полезны для новичков, тех, кто только знакомится со спортивной культурой. Ну давайте начнем с этого тренажера. Расскажу, как это делается. Садится и прорабатывается спина, плечевой, пояс и руки. Вот у нас есть Лиза, она новичок. Спортом не занималась, но хочет начать тренировки на такой площадке. Лиза, давай попробуем. Присаживайся. Для начала нужно сделать такой, чтобы советовать, нужно сделать самоанализ. Хватайся руками. Нужно понять, сколько ты можешь сделать. Самое эффективное это сделать. Доказано, что 4 подхода по 12 раз. Поэтому давай мы с тобой попробуем. Если будет тяжело, сделаем меньше. Дмитрий, а какие еще тренажеры здесь работают на руки? Давайте перейдем. Они прямо за моей спиной. Вы можете начать делать упражнения. Так, ноги мы ставим сюда, руки сюда. И начинаем выполнять упражнения. Очень эффективный и очень распространенный. Почти все верхние группы мышц он прорабатывает. Поэтому вы пока делайте, а я расскажу Лизе, что ей делать на своем. Начинаю выполнять тянущие упражнения на себя. Вот. Пробую это сделать как можно больше в рамках 12 или 8 повторений. Лиза тренирует тянущие мышцы. То есть мышцы спины, мышцы бицепса. Ну и, соответственно, кисти и все остальное прорабатывается тоже. Прокачали спину. Руки. Дальше. Да, действительно. Теперь переходим к мышцам туловища и корпуса. Это скамья для выполнения упражнений на пресс. Я сейчас покажу, как это делается. Цепляемся ногами за нижнюю балку. И начинаем выполнять наклоны. Я думаю, что это известно всем. Сейчас мы с вами находимся на очень веселых тренажерах. И на первый взгляд они вам покажутся бесполезными. Они созданы для групп, маломобильных групп населения, которым тяжело заниматься спортом. Поэтому это есть такие легкие вещи, на которых можно просто почувствовать движение и проработать суставы и некоторые мышцы. Ну что, рассказали о этих очень важных тренажерах. Теперь переходим дальше к нашей тренировке. Мы проходим тренажер, который называется «Римский стул». Тренажер для прорабатывания поясницы и спины. Я покажу, как это делается. Ноги ставятся тут. Очень удобная для ног. Ложимся. Руки за голову. И начинаем выполнять наклоны. При этом прорабатывается поясница. А поясница, как мы знаем, одна из очень важных мышц для повседневной жизни. Потому что все мы носим пакеты. Мама носит детей на руках. Ну что, Лиза, теперь попробуешь? Давай. Ну а пока Лиза занимается, Катя, тебе покажу еще один тренажер. Это почти однотипный тренажер. Тоже римский стул, но на нем нужно немножко лежа. И он прорабатывает мышцы чуть выше и чуть сложнее. Так же ложимся. Руки за голову. И выполняем. Переходим сегодня к последней группе мышц. Это ноги. Вот тут есть такой отталкивающийся для ног тренажер. Мы выполняем сгибание и разгибание ног. И тем самым прокачиваем бицепс, квадрицепс, бедра. Ну что, мы с вами закончили сегодняшнюю тренировку. Спорт – это дело такое, к нему нужно подходить системно. А главное – правильно. Поэтому нужно правильно питаться. Свои тренировки выстраивать систематически. Все упражнения выполнять только после разминки. Смотрите, тренируйтесь, развивайтесь. Спасибо.